Вот, выходим мы. Огромное пространство. И сам учебный центр шейха Заяда просто здоровый. И вид здесь сумасшедший. Открываются горы. Ой, классно. Так, ну, наверное, надо идти вперед. У нас билет есть, должны пустить. Народ, всем привет! С вами снова канал Училка физкультуры в Эмиратах. И мы находимся сейчас в Эляйне. За мной находится шейх Заяд Desert Learning Center, то есть учебный центр шейха Заяда по пустыне. Там находятся пять интерактивных залов. Что-то вообще космическое, интересное. Про пустыню, про будущее, про прошлое, про камни. В общем, много всего интересного. Этот центр находится в зоопарке Эляйна. И, кстати, билет нам обошелся вообще в копейки. Я уже говорила в предыдущем видео, мы заплатили 25 дирхам за человека на группоне. Раньше этот центр шейха Заяда стоил отдельно. Вход стоил 31 дирхам. И также надо было доплачивать еще 30 дирхам за посещение этого центра. Сейчас же за 25 дирхам все, и зоопарк, и центр шейха Заяда. Сейчас пойдем полюбуемся этими прекрасными видами. Сзади меня горы Эляйна, горы Эмиратов. А теперь поставим лайк, подпишемся, чтобы не пропускать мои видео, чтобы знать много всего интересного про великолепную страну. И пойдем посетим, что же там такое, что же учат в шикарном космическом центре великого шейха Заяда. Лайк и поехали! Вошли мы, видим, какие горы там просто сумасшедшие показываются. Вот кафетерий, лифт, и нам сказали идти вперед, и будет вам счастье. И вообще никого нету, никого-никого. Так, мы все-таки доберемся, надеюсь, и покажем вам этот великолепный центр. Да, это космос какой-то. Напоминает или Мол, или космическую станцию. Но все лучшее. Что делал шейх Заяд? Всегда превращалось в золото. Наверное, здесь уже начало. Это комната, наверное, будущего. Как все будет. Циклы Земли, воды, лунные циклы. Интересно. Тут, наверное, есть инсталляции. Какие-то визуализации. Ух ты. Шукран, мне бы на английском. Технологии современные. Подходим, все включается. Понятно. Сохраняем окружающую среду. Экономим воду, электричество. Ага. А если я подойду вот сюда вот. Мне тоже что-то будет рассказывать, наверное. Тач. Ну, тач дотронулась. Наверное, чуть-чуть я не то трогаю. Ага. То есть. Вот Наташа разобралась. Рассказывают про новые способы энергетики. Ага. А это уже про зоопарк. И про сам ленинг-центр, по-моему. Идет речь. Так это одна комната такая интересная. Очень космическая, я бы сказала. Хорошо, что никого нет. Переходим. Входим во второй зал. Значит, здесь вспомнила. Здесь пять интерактивных галерей. Будущее, Абудаби, прошлое. Ага. Вот это, я так понимаю, наверное, прошлое. Жемчуг. Это не жемчуг, это ков. Может, забдал. Ага. Перл, жемчуг. Это глобальный бизнес-гол. Смотри, какие дни. Ой, франкин-центр. Ладан. Оманский. Самый лучший в мире ладан. Вот так вот. Ладан. Потом кофе. Чем они еще торговали? Рис, жемчуг. Ну, начальный... А, шафран. Сейчас наведется. Шафран. Начальный бизнес Арабских Эмиратов. Вот как раз не нефть. Это верблюда. Коттон. А чего кинет? Это коттон. Да, не, я шучу так. Ну вот. Баткоттон from India was light. И шерсть верблюда так же. В общем, что мы... Рис, шафран, жемчуг, кофе. И верблюжья шерсть. Вот мы видим прошлое. Кстати, не черно-белые, а хорошие цветные кадры. Вот детки уже прибежали, верблюда гладят. Ястребы и оружие. Также оружие. Такая тач-доска, можно ее трогать. Ножи, которые мы с вами видели, когда снимала видео в Эльян-Музеем Пелос, где жил Шейх Зайд. Ну вот сам быт. Чайничек тоже, про который я вам рассказывала. Кофейничек, в котором очень вкусный арабский кофе делается. Вот сам быт, прошлый быт. И растения, так понимаю, Эмиратов. Пустыньки. Такое все здесь новенькое, такое бомбовое, интерактивное. Я подошла, прям сразу все оживило здесь. Здорово подходишь. Вот про фалаш. Рассказывала вам в оазисе. Видео про оазис. Показывала также в зоопарке. Как оно все строилось. Вообще бомба. Да, и пальмы просто. Вот как пустыня стала зеленой. Молодцы, спасибо, что показали. Вот еще что-то у нас. О, я помню, как на пальму, да, лазит так финики. Собирать сеточки, обвязывать. Показывала вам в видео, когда я сдавала экзамен. Просто у нас с вами видео в видео. Вот финички зелененькие. Да, сначала они вот такие вот, а потом начинают уже свисти и становиться уже спелыми и вкусными. Не верьте тому, кто говорит. Да, не верьте тому, кто говорит, что у нас только белые финики есть. Можно есть вообще любые финики нормальные. А черные, черные, это как будто засахаренные. Ничего не знаю. Думают, что черные, это засахаренные. Не-не-не, неправда. Очень много фиников есть. Вот таких вот фиников. И они свежие и вкусные. Их столько видов. Вот даже, например. Да, вот здесь просто целая история фиников. Вот какие они бывают. Кстати, те, которые справа очень вкусные, такие полосатенькие. Я их тоже пробовала. Как раз в Азисе. В Азисе, когда там финики были. Здесь такая гирлянда, не побоюсь сказать, почти новогодняя. Смотрите, как от Сваровски. Прикольненькая. Ну, конечно, Шейх Зайд большой молодец, что так же сделал такой учебный центр. Здорово. Это был второй зал. Идем дальше. В третий зал. И, кстати, очень удобно сделано, что видим, для колясок. Вы не просто будете коляску по ступенькам или на руках не сделаны. Удобный съезд сделан. Для колясок и для инвалидных кресел. Ну, то есть, как обычно, все для людей. Сейчас пойдем в третий зал. Третий зал. Динамический пустынный театр. Сейчас посмотрим. Уже выглядит очень-очень интересно. Ах, девушки. Нельзя снимать. Сейчас тихонечко обойдем их. Все, вот мы здесь. Ох ты, интересно. Уже очень даже интересно. Это точно пустыня. Это точно пустыня. Ну, сейчас посмотрим. Ого, вот Таташ подсказывает посмотреть корень. Граф, вот это дерево их. Да. Рассказывали вам про это дерево. В первой части про шейхозаида музей. На 30 метрах уходят корни. Да, прилично. Вот и дерево, корни которого уходят аж на 30 метров. Да, это дерево спасает верблюдов. Они в пустыне питаются его колючками. Ммм, какая жизнь в пустыне есть. Это песочек, смотрим. Мошечки, личинки. Ну, я не знаю имя этой мошки, дабы не обидеть. Раньше можно было использовать микроскоп. Сейчас она верна. Да, сейчас микроскоп не дадут использовать точно, потому что все-таки ковид. Смотри, раньше змей можно было использовать. Шучу. Такие жители пустынь. Строгий кот. Строгий кот. Ну, рыська такая, рыська симпатичная. Смотрите, какое все. Будто мы в пустыне. Интерактивно приближенная. Наверное, можно, но, честно, не хочу прикасаться. А зачем увеличить? Давай увеличимся в компьютере. Что-то мы увеличиваем здесь. Ой. Какие-то косточки, мне кажется. Я не знаю. Следы. Вот какие следы оставляют. А вот какие следы бывают. Кстати, читаем сейчас книжку про шейха Мактума. Шейха, который сейчас правит Абудаби, премьер-министра страны. И он рассказывал его... Какой Абудаби? Дубай. Да, Дубай. Дубай. И он рассказывал, что вот его учили разбирать следы в пустыне. Ну, и шейх Зайд вообще был в этом профессионал. Шейх Зайд, он половину своей жизни прожил в пустыне. Это животные. О, вот это дед, у которого мы его организовали. У которого запах? А вот дерево, похожее на мимозу. Мы называем его мимозой. Но очень-очень похоже. Так, кто нас в пустыне живет? Зайчики, игуанки, ящерки. Змейки, естественно, живут. А вон тушканчики. Тушканчики. Жабы. Жабы? Ну да, жабы и другие растения. И другие жабы, и другие растения. Жабы и другие растения. Именно так. О, слышим звук. Странный звук такой. Это будто ястры. Будто мы в пустыне. И нас, наверное, решили немножко напугать. Смотрят, что два человека ходят. Чего бы нас не напугать-то? Лис, конечно, есть. Снова много видов птичек, куропаток, я так думаю, кстати. А вот в эту штучку раньше можно было зайти и посмотреть. Интересно, как в нее сейчас. Сейчас попробую в нее залезть, кстати. Ох ты, красота какая. Смотрю, можно просто вот вечно здесь стоять, наверное. Ну и не вечно, ладно, пару часов и наслаждаться. С звуками пустыни. И вообще, как все продумано и интересно сделано. Мне пока этот зал нравится больше всех. Надеюсь, что исследователи пустыни. Дозиметры, бинокли. Наверное, какая-то история исследования пустыни. Как только проходишь эти интерактивные экраны, сразу начинает идти звук. И вам начинают рассказывать. Давайте подойдем сейчас. Вот уже на мой сигнал отреагировал. А мы с вами в прошлом видео про зоопарк видели про этих как раз арабских орексов. О, Элензу, да, конечно же. Ага, еще всякие животные. Ну, ястреб, конечно, король. Король пустыни. Вот еще все животные, которые могут здесь находиться. Очень нравится этот зал. Пока этот зал самый такой супер. Олечка в пустыне. Олечка в пустыне. Олечка в пустыне. Олечка в пустыне. Спасибо. 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 Направляемся с вами в следующий зал и видим, кого бы вы думали, конечно же, великий Шейхзайд. Первый президент страны, человек, который сделал этот центр, человек, который сделал многое действительно для этой страны. Снова очень приятные ступеньки, которые позволят и инвалидам, и коляскам посетить это место. А мы пойдемте просто по ступенечкам. Так вот, да, меня интересует этот зал. Так как называется этот зал «История камней или скалы», подозреваю, что это история этой вот скалы. И здесь просто написаны и нарисованы животные, которые мы можем найти или увидеть в горах этой местности, в Эмиратах. Вот смотрим, а, как бы жучок-паучок. И такой же жучок-паучок. Здесь может плохо быть видно, из-за того, что телефончик у меня всего лишь пока камеры нету. Прошу прощения. Дальше, ого, тут если детей запустить и начать бегать, думаю, будет весело и стрёменько. Ага, тут, значит, летучие мышки, паучки, вон летучая мышка наверху. И, естественно, это всё макеты, муляжи, не надо бояться. А я тоже почти не боюсь. Вот тут вот змейки. Змейку плохо видно, пыталась вам её снять, даже не буду подходить. Макет тоже. Если была бы змейка живая, я бы уже была бы далеко отсюда. Вот лисы есть. Вообще интересно сделано, конечно. Начинаются какие-то звуки, надо отсюда мотать, похоже. Так, идёмте досмотрим зал. Возвращаемся из пещеры в зал и идём показывать, что у нас здесь происходит такого учёного, учебного и интересного. Снова подходим, снова экранчики интерактивные начинают работать. Ага, это про воду. Нет, это как строилось, это вообще горы появляются здесь. Ага, история появления гор, очень интересно. Всё здесь, в этом регионе. Я теперь понимаю, почему так у школы популярны это место. Действительно приводят детей в эту среду. И они сами всё смотрят, сами обучаются, а потом просто пишут сочинения. Так, это порода камней. Породы камней. Очень их много. В горах разные, разные, разные. Не буду вам их перечислять. Скажу лишь, что вот гора Джабель-Хафит. Это наша гора в Ляйне. И мы обязательно её посетим. Вид оттуда на Ляйн просто сумасшедший, просто классный. Снова мы подходим. Снова видео с таким звуком крутым. Да, Эмираты. Наверное, как просто делаются горы с течением реки, моря или чего-то всего остального. Как-то я подхожу, и каждый экран реагирует. И там начинается кино, и там начинается кино. И зачем-то тигр рычит. Не надо. Мне уже и так страшно. Спасибо. Наверное, то, что мы можем найти, скорее всего, в море. Да, Си. Здесь Си. Что мы можем найти и увидеть в море. Ага, вот такая клеточка. Вот, будто бы там леопардики и ястреб летают. Понятно, откуда раздаётся рык, чтобы пугать нерадивых студентов. Да, леопард, игуанка, ястреб, страус. Вот все обитатели пустыни, все обитатели Эмиратов. Очень интересный центр. Конечно, здорово задумано, здорово сделано. Ну, скажем так, дорого-богато и того стоит. Сколько же здесь экранов, компьютеров. Очень много всего. Ого, это что такое? Песочек. Туда, интересно, становиться можно или нет? Мархаба, мархаба. Ого. Ого. Охранник кивнул. Можно вставать сюда. Это у нас какой-то, наверное, гинозаурус первый эмиратский. Что-то здесь написано. Что-то ногами не становиться конкретно. На гинозауруса не будем. Просто мы идем по полу, где можно двигаться. А на стекло, конечно, становиться не будем. Раскопочки пустыни. Вот они какие. Ну, сделано классно. Опять-таки, сделано очень классно. Круто, здорово. И снова экраны, снова ты подходишь. Женщина озвучивает тебе на арабском, на английском. Здорово, здорово. Этот зал тоже очень крутой, современный, в принципе, как и предыдущие три. Вообще круто. Зашли мы в лифт. Тут просто космическое управление какое-то. И сам лифт космический. Здоровый какой. Ой-ой-ой. На 53 человека рассчитано. 53 человека лифт. Куда мы приедем? Куда? Помогите. Мы приехали не туда. Мы запутались. Поехали на третий. Потому что там написано пятый этаж, а тут круглый. Ну, все правильно. Ну, последним нашим экспонатом, как оказалось, оказывается, снова библиотека и вода. Оказывается, все мы уже посмотрели. В одном зале было целых две выставки. Что вот, снова мы подошли близко к воде. Напоминает Лувр. Видео также мы сделали на моем канале. Целых три видео про Лувр. И третье как раз, как Лувр стоит на воде в Абудабе. Центр просто великолепен. То, что сделал Шейхзайт, в очередной раз превратилось в золото. Такую красоту надо приходить, ценить. Очень желаем вам посетить этот центр, Эляйн и Эмираты в целом. С вами была училка физкультуры. Ставим лайк, комментируем, подписываемся. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok